Программа из глубины Так получается, что это второй сюжет, и второй сюжет, снятый в домашней студии. В данный момент мы в гостях у Саши Монток, у которой есть собственный музыкальный проект «Шаманки». Начнем мы с детства, начнем мы с театральной деятельности, и прошу тебя об этом рассказать. Можно сказать, что на сцену я вышла в раннем детстве, года в четыре. Там были коллективные выступления, там был и русский хор, и какие-то детские танцы, и театральные постановки. И мы делали постановки, они были и смысловые, и при этом какие-то что-то вроде морально-поучительные. То есть дети делали моральные постановки, я не знаю, но, наверное, кому-то это нравилось. Это была какая-то театр-студия, что это было? Или в пришколе? Нет, это был не пришкольный, это был отдельный театр-студия, то есть я бы сказала, даже более такой развивающий какой-то кружок для детей. И мне на тот момент как раз было года четыре, в этой студии я провела, наверное, пару лет, сумела там сыграть сороку-трещотку. У меня были трещотки, я ходила, играла ими и изображала из себя сороку. Там по аналогии у всех животных был какой-то музыкальный инструмент, то есть там был мальчик-слон с трубой, вот, я была сорокой-трещоткой. А здесь, извиняюсь, просто хочется остановиться подробнее, какие там еще были животные, какие у них там были инструменты? Лиса с дудочкой была. Лиса была с дудочкой. Да, потом, насколько я помню, кто-кто-кто, ну, соловей был тоже с какой-то дудкой, да вообще все с какими-то дудками были, в итоге я одна была вот с этими дощечками. Я не знаю почему, хотя я тоже птицей была вроде бы. И потом, насколько я знаю, ты как-то продолжила мне театральную вот эту стезию. Да, но меня с детства как-то поперла эта тема просто, то, что я играла в театре, и, наверное, как-то так повелось, что я просто привыкла к сцене. Мне это очень нравилось, я любила выходить на сцену и показывать себя, вот. И потом я уже спустя несколько лет, ну, то есть вот мне было 4, потом, наверное, около 11 лет я уже осознанно нашла театральную студию в моем городе, где я выросла. А в каком городе ты выросла? Ну, на самом деле, это Подмосковье, ближнее называется Одинцово, то есть там ехать 20 минут. Вот, там был театральный дом, он так и назывался, театр, наш дом. Вот, там уже были более-таки подростковые постановки для городских жителей, делали рекламу, ну, то есть уже нормальные такие хорошие постановки. Вот, и там мне досталась роль наркоманки по имени Рита. Вот, мы играли что-то вроде пьесы, по-моему, она даже авторская была, и там все школьники были очень трудными. То есть, ну, вот, я была наркоманкой, там были несколько пацаны-воры. Какая интересная пьеса, я бы, наверное, с удовольствием ее посмотрел бы. Вот, да, и, ну, это было очень забавно, на самом деле, потому что мы все были такие белые, пушистые, еще не окрепшие умы, и нам предлагали играть таких персонажей. Скажи, ты как-то перед тем, как войти в роль, тебе объясняли вообще, что такое наркомания? А откуда ты черпала, ну, знания в этой области? Ну, на тот момент, конечно, я не знала вообще, что это такое. Ну, как бы я догадывалась, что наркоман – это что-то плохо, что-то такое там связано с алкоголем, как мне казалось, с курением. А, то есть алкоголик, но не алкоголик. Ну, да. Ну, так же плохо, даже еще хуже. Переалкоголик, я бы сказала. Переалкоголик. Где мои колеса? Вот, ну, я помню, наверное, единственную фразу, которую мне сказала худруха. Она была такая пожилая женщина, причем она была очень такая статная дама. И я помню, как она мне говорит, что, Саша, наркоманы – это очень плохие люди. И когда ты будешь играть наркоманку Риту, ты должна понимать, что ей очень плохо, и в конце она умрет. Ну, с другой стороны, немногим людям не наркоманам. Во-первых, они тоже все умрут. Во-вторых, некоторым людям тоже плохо. Ну, вот как-то она до меня это донесла. И, в общем, я помню, что у меня было какое-то отчаяние в глазах, когда я смотрела эти фотографии уже с этого спектакля. Мои родители фотографировали меня. У меня был длинный черный плащ. Меня почему-то сказали надеть. Наверное, в ее представлении наркоманы так одевались. И я помню, что у меня очень грустное лицо на тех снимках с того спектакля. Ну, собственно, да. У наркоманки, наверное, и должно быть такое лицо. Да, 14-летней, я думаю, особенно. Вот, ну и в конце я умирала. Ты прям умирала на сцене, прибыла сцена твоей смерти? То есть ты в 14 лет сыграла смерть свою на сцене? Ну, там было наполовину. На самом деле там была такая сцена, что я уходила за кулисы, но все еще говорила. То есть я вот как-то словами описывала, что вот я говорю, говорю, затихает. И типа зритель должен понять, что я умерла. В общем, очень весело. Да, смерть – это очень весело, особенно в детских спектаклях в 14 лет. Дальнейшее твое развитие после роли наркоманки. Ну, поиграла я в этом театре, потом еще несколько раз сыграла каких-то пятиклассниц. Там вообще что-то все на школе было замешано, то есть какие-то постановки были. Социального плана? Да, да, да. То есть, ну, видимо, тоже поучительные, как в детстве, только более серьезные. Потом я пошла на танцы, это было уже в школе, наверное. Что за танцы? Танцы же как-то разделяются какие-то? Да, это были современные танцы, по большей части, то есть современные, с оттенком африканских танцев. Как-то так, я не знаю, как это описать. Ну, нам ставили Майкла Джексона. Ну, как обычно. Ну, да, в общем, и мы танцевали полуафриканские, полусовременные танцы. Вот, это было весело. Прозанималась я несколько лет. Мы ездили на конкурсы, участвовали в различных вообще конкурсах, фестивалях танцевальных, детских, соответственно. Там даже был конкурс с парикмахеров, когда нас всех, 9-летних ребят, мальчиков, девочек, всех отвели к парикмахерам, покрасили в яркие цвета. И вот мы с такими головами выступали. То есть мы приходили потом в школу на следующий день, и все учителя ахали от того, что мальчик там один пришел с ярко-синий. Меня покрасили в ярко-красный. И, в общем, я вообще не знаю, как родители наши согласились на это. Послушайте, парни, это серьезно. Ну, родители намного соглашаются, лишь бы их дети не болтались на улице с настоящими наркоманами, с настоящими неформалами. Ну, да, наверное. Вот, ну, в общем, это было интересно. Вот, вспомню, что после танцев, прошло пару лет, я ничем не занималась творчеством. Вообще ничем. Училась, биологию любила, вот, и географию. А, да, а по творчеству как-то я... Был какой-то проект до того, как вот сейчас ты шаманки? Вот, да. Что-то было, да? Как раз я и хочу сказать, что вот после того перерыва, лет в 14, я начала читать рэп. И это вот как раз был мой проект. Тут даже видео где-то мельком крутится с батлов, в которых я участвовала. Вот, если то можно назвать музыкой, то это были вот какие-то задачи. Ты сама его сочиняла? Да. Я сочиняла, участвовала в баттлах, ездила на выступления. Ну, то есть такая у меня была подвальная рэперская молодежная жизнь. Ну, и уже подводим к проекту «Шаманки». Был большой перерыв, как я пришла к «Шаманке». У меня между рэпом и «Шаманки» был большой перерыв, когда я занималась как раз модельным бизнесом, что-то пробовала себя в театре уже, в студенческом театре. Хотя бы немножко поподробнее про модельный бизнес. Вообще это действительно бизнес. Действительно модельный. У меня был он модельный бизнес, да, но, если так можно сказать, я не очень высокий человек, то есть у меня не совсем, у меня не модельные параметры, я низкая, у меня не модельное лицо, но я как-то ухитрилась, и, скажем так, вершиной этого всего было то, что я ходила у Вячеслава Зайцева по подиуму. Вот, то есть я была… Это тоже надо уметь ходить по подиуму, это же тоже приятный навык, как я понимаю. То есть ты не просто там хочу быть моделью, то есть ты умеешь правильно ходить. Ну, правильно я понимаю? Я не могу сказать, что это был суперпрофессиональный бизнес, скорее, у тебя была такая развлекаловка для меня. Все началось с того, что я познакомилась с девочкой-модельером, и она делала костюмы, я была моделью. И вот мы вдвоем с ней как-то попробивались туда на показы. То есть можно сказать, что это был дуэт, да. Потом набрали еще других моделей, потом до меня там еще парочка была. И, в общем, как-то у нас вот такая вот коллаборация получилась интересная. В торговых центрах у нас какие-то показы были тематические. Во! В ночном клубе у нас был даже показ. Ну, там ночной клуб был такой прям совсем ночной, в который я не хожу. Вот именно такого формата. Там стриптиз, а потом вот наш показ был. Развлекательный. Ну, можно сказать. Я понимаю, что ты говоришь. Ну, какие-то деньжатки мы даже там что-то получали периодически. То есть так, на мороженое. Шесть пачек за 20 копеек и пуговицу неизвестную. Отчего? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эта планета смеется. Когда мне было 9 лет, я очень... Ну, вообще, я в детстве плохо спала, не могла заснуть, мне было страшно по ночам. И мы... Кто это мы? Мы с мамой сидели в квартире. И к ней, по-моему, пришли друзья-товарищи. В общем, большая шумная компания. И так вышло, что я капризная. Я спала, якобы. Я вот должна была спать, лежала. Они сидели на кухне. И я вышла к ним ночью, типа, начала капризничать, что, типа, мам, не могу уснуть, мне, короче, фигово. Ну, типа, страшно, там, и все такое. И у меня был там один залихватский друг, который сказал, так, все, собираемся, поехали. Я думаю, ну, как бы, ну, прикольно, движуха какая-то. Ну, хоть не страшно. Потому что я реально, я очень боюсь темноты. Я до сих пор боюсь темноты. Мы собрались, и оказалось, что мы приехали в клуб 16 тонн. Там тогда еще был стриптиз. Тогда это было давно. Ну, вот сколько получается. Срава там. Золотые были времена. И мы туда прошли. Сразу скажу, меня туда, как ребенка, пустили, потому что там этот друг был какой-то такой с корочкой. Ну, я не знаю, ну, вот как-то пустили. И первый раз я побывала на женском стриптизе в 9 лет. И я помню такую фразу оттуда, что мы сидим перед этим подиумом. Я, мама, вот этот друг, и там еще ее компания. И я такая говорю, мам, давай домой, что-то мне здесь не нравится. И она говорит, а ты думала, тебе здесь Петя будет стихи на тумбочке читать? И я помню, что мы после этой фразы почему-то уехали. Не знаю. Ну, действительно, если Петя не читает стихи с тумбочки, то, значит, вечеринка мне удала. Ну, теперь я часто хожу довольно-таки в этот клуб, как посетитель на концерты музыкальные. Жалеешь, что у меня больше стриптиза? Конечно, жалею. А на мужской стриптиз ходила когда-нибудь? Нет, не довелась. А почему? А мама, видимо, не туда отвела. Мама ее только на женский разрешила, наверное. Мне вообще-то странное желание в 9 лет дочку повести на женский стриптиз. Нет, это нормальное желание. Почему? Это весело. У меня бабушка Рамштайн слушает. Леня Рамштайн! Мне вот интересно вообще, что тебя сподвигло именно заниматься компьютерной музыкой. Но я называю это не электронной музыкой, а компьютерной. Ну, так, условно говоря. Откуда в тебе вообще такое появилось? Ты наверняка где-то подсмотрела это. Ну, откуда тебе, что, откуда это такое? Как раз после того, как я позанималась модельным, в театре, мне все казалось, что я марионетка. То есть все делают за меня, мне предлагают что-то играть, что-то из себя изображать. Мне захотелось сделать какой-то свой продукт, где буду я именно хозяином, где я буду все делать, и делать так, как я хочу. И почему именно музыка? Ну, наверное, я просто проанализировала весь свой опыт и поняла, что она мне ближе. Я тебе немножко перебью, я, как я понимаю, ты еще и видеоартом занимаешься сама. Ну, словно говоря. Ну, не на профессиональном, наверное, уровне. Просто я делаю видео именно для своего проекта. То есть клипы я монтирую. Ну, вот, ты монтируешь клипы, ты делаешь не только музыку. То есть фактически, как я понимаю, у тебя есть видение не только музыки, но и какое-то видение, как должно быть именно в визуальном ряде. Ну, конечно, да. Но я изначально так и создавала проект, чтобы была и визуальная составляющая, и аудио составляющая, и, возможно, даже смысловая составляющая. То есть я люблю концепты. А как может быть, когда есть аудио составляющая, видео составляющая, а нет смысловой составляющей? Бывает так. Не знаю, например, ИДМ музыка. Какая музыка? ИДМ. Электронная, танцевальная. Я понимаю, я знаю, что такое ИДМ, но... Ну, мне кажется, там нет особых концептов смысловой нагруженности. То есть просто все танцуют, всем весело, и это тоже хорошо. Ну, в принципе, правильно, потому что такую музыку сравнивают с узорами, с орнаментами, которые вроде есть, но... Вроде и нет. А вроде и нет. Я знаю кучу людей, которые там пишут какие-то тексты, да, там пишут музыку, но они, ну, как-то их никто не научил в свое время, или сами не научились, но вот они, ну, вот мы не можем этого научить, как бы, да, сделай, пожалуйста. Вот такой вот. Ты поняла вопрос? Да, я поняла. Но вот как раз, когда я занималась рэпом, я пыталась писать сама себе минусовки. А уже тогда уже все время. Я пыталась. Я тогда не писала, я только пыталась. В итоге я брала чужие минусовки, потому что у меня... Годерала из них нужная. Конечно, да. Ну, так и... Где же это видно? Один делает, делает, а другие у него готовы берут. То, что у меня не получалось писать минусовки. И вот когда я решила заняться именно своим проектом, то я поняла, что мне пора научиться. Вот. Наверное, очень сильно на меня повлияло то, что когда я решила, что я буду делать свой музыкальный проект, так совпало, что я пошла стажером в студию звукозаписи работать звукорежиссером. То есть сначала у меня была стажировка. Я хотел бы немножко подробнее на этом. Звукорежиссер. Это человек, который подбирает музыку к... Не совсем. Студийный звукорежиссер это человек, который проводит записи, делает сведения, пишет аранжировки. То есть целиком вот этот вот продакшен, если так можно сказать. То есть был какой-то человек, который тебя учил всему этому? Да, у меня был наставник очень классный. Это долго там было? Пару лет. Пару лет. Это очень серьезно. Да, ну вот как раз это было в 2015-м. Нет, в 2014-м году, по-моему, в 2015-м. В общем, где-то около того. Вот. Я сначала туда пришла, там такая небольшая частная студия была, там один мальчик как раз хозяин. Мы бы с ним примерно ровесили. Это квартира или снималась помещение? Он снимал офис в подвале как-то так. То есть там вот все было как раз такое со светодиодами, как здесь. Все очень такое цветное, красивое. Хотелось бы поконкретнее. Какие, например, известные проекты или неизвестные, ну, это студия. Ну, над какими проектами работала эта студия? Ну, вот, наверное, один из самых интересных. Это я делала саунд-дизайн к короткометражному фильму, где снималась Вика Дайнека. Это эстрадная певица. Вот. И она приходила к нам, я ее записывала. Потом вот этот весь фильм мы сводили, я подбирала звуки. То есть это была очень-очень долгая работа. Наверное, дней 10 в общей сложности я сидела. 10 дней долгой работы? Ну. Мне казалось, что долгая работа – это полгода, там, год. Ну, я понял тебя. Потому что остальные проекты были гораздо короче. Остальные проекты были просто обычные песни, которые мы делали за несколько дней. То есть начиная от аранжировки? Ну, аранжировки мы далеко не всегда делали. Ну, то есть уже писали, там, сводили. Да, чаще всего мы записывали, я бы даже так сказала, любителей. То есть не профессиональных певцов, а любителей, которые там спеть песню для невесты на свадьбу. Вот такое вот. То есть более простыми людьми в этом плане музыкальным. Поняв, что это такое компьютерная звукозапись, скажем прямо, ты решила делать свой проект. И вопрос, он как бы назревает. Один, как бы, зачем вот это бельмо на глазу у тебя в имидже? Когда я делала проект, ты решила, что у меня будет образ. Вот именно концепт про то, что я говорила, то, что я люблю концептуальные темы. Я люблю, когда все очень как-то склеено между собой. Я решила сделать образ. Изначально я вообще была в парике, в таком мальчишеском каком-то. То есть этот образ не сразу? Ну, конечно, нет. Там вообще была жесть на самом деле. Там был такой полу какой-то пацанский образ, что ли. У меня вот есть на самом деле шрам на брови, у меня рассочена она. И я его утрировала. То есть у меня, я рисовала шрам большой, серьга у меня в носу была. Вот, и как, скажем так, как вершина всего этого образа, у меня отсутствует глаз. То есть у меня шрам на брови, он настоящий. А образ утрирует это. Довольно интересный. При этом ты утверждаешь, что к трэш-культуре ты не имеешь никакого отношения. Потому что он имеет для меня совсем другую интерпретацию, чем трэш-культура. Я не знаю, может быть, я не так глубоко с этим знакома, но мой образ изначально, ну, в принципе, и сейчас, может быть, отчасти, но изначально он, наверное, обозначал то, что, как сказать, ну, красивое. Не совершенство. Красивое, но не очень. Да. То есть вроде бы такая мордашка симпатичная, но вот такая вот. Ну, вообще-то довольно оригинально, на самом деле. Спасибо. Вот. Но сейчас я от этого ухожу. Ну, вот и все, ну, вот и все, ну, вот и все, я ухожу. Хотелось бы узнать, какие музыкальные влияния, что на тебя оказало в музыкальном плане влияние? В детстве я, наверное, как и многие, слушала разную музыку. Мне нравились и Рамштайн, и Эминем, и тот же Майкл Джексон, которого нам вставили, и какая-то национальная африканская музыка. И... Ну, я этого всего не слышу в твоем творчестве. Все-таки что-то повлияло именно на проект «Шаманки» в музыкальном плане? На проект «Шаманки»? Ну, мне, например, очень нравилось и до сих пор... Нет, до определенного момента, скажем так, нравилась группа «Гориллос». Да, потому что вот крайние релизы не совсем то, что я слушала в 8 лет, и поэтому не могу сейчас сказать. Сейчас на меня влияет, на самом деле, не только музыка. То есть я вдохновляюсь не только музыкой для своего проекта, возможно, просто какими-то звуками, какими-то вот атмосферными звуками. Как ты самоопределяешь проект «Шаманки» стилистически? Ну, я бы сказала, что это, во-первых, что-то экспериментальное, наверное. Ты что-то слушаешь именно из сугубо экспериментальной музыки электронной? Из сугубо экспериментальной, но не могу сказать, что прямо из сугубо экспериментальной. Я знаю такую музыку, я знаю, когда там по скрипке наждачек... Не, ну и там просто экспериментальные. Я стараюсь слушать сейчас много музыки, и я скорее ищу не какой-то определенный жанр, а вот я начинаю слушать, и если меня цепляет, я продолжаю и ищу дальше. Сколько времени прошло с момента, так сказать, задумки и до момента появления какого-то, ну, какого-то количества собственного материала? А я сейчас точно скажу. Я увидела музыкальный клип, сразу говорю, не скажу какой, потому что это что-то такое личное. Ну, возможно, он не очень классный, я не знаю. Я увидела его 14 июня 2015 года, а запустила проект «Шаманки» 5 декабря этого года, того года, в смысле, 15-го. То есть, получается, за несколько месяцев. Ты за несколько месяцев наваяла композицией... Три штуки. Три штуки. Три штуки, образ, сайт купила зачем-то, которым не пользуюсь сейчас. Сайт купила? Домин, я имею в виду. Ну, я его сделала, сама нарисовала в Adobe Muse, или как-то так программа называется. То есть, рекомпозиция из сайта у тебя была на тот момент? Ну, конечно. Ну, я сразу так решила. Да, ну, да, у меня есть прекрасный план. Это же макарки. И вот, ну, как сказать, вот у тебя это все появилось, ты все это выложила в интернет, и что просто росло дальше? Как-то почувствовала какую-то подребность в своем творчестве? Ну, я начала ее выкладывать в паблике, но на самом деле на тот момент я абсолютно не была знакома с музыкальной молодой сценой в Москве, как минимум. И я понятия не имела, что делать, поэтому не могу сказать, что моя музыка сильно разошлась, но... Ну, кто-то откликнулся же, правильно? Откликнулся. Да, и комментарии были либо очень позитивные, либо очень негативные. Возможно, ну, возможно, музыка кому-то не нравилась, потому что она была, можно сказать, моими первыми вообще композициями, которые я сделала от и до сама. Первый концерт – это было что? Это тебя пригласили туда как-то? Кто это был? Что это было? Первый концерт очень смешно произошел, потому что я сидела в ВКонтакте, социальная сеть, можно говорить, да? Конечно, конечно. Мы все сидим в ВКонтакте, в социальных сетях. Я сидела и лайкала. Ну, я люблю иногда просматривать, когда нечего делать. И я лайкнула пост с музыкальными композициями, и потом оказалось, что это московский музыкант, мальчик и девочка. Девочка из Питера, мальчик и москвич. И он мне написал что-то вроде там, типа, спасибо, правда ли тебе понравилось? Я говорю, ну да, как бы здорово. И я так удивилась еще, что мир тесен, вот я вроде лайкаю, и вот тут он мне пишет. И потом как-то слово за слово мы с ним решили сделать концерт. И сделали его в Чайна Таун, которого сейчас уже, к сожалению, нет. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Я, кстати, считаю, что электронные музыканты есть, поедите, электронный артист. Ну, компьютерный артист, то есть не музыкант. Музыканты, они в консерватории, там это артист. То есть было у тебя какое-то... Ну, как ты в студии сидишь, пишешь какую-то музыку, записываешь ее, делаешь, сводишь это одно, живое выступление совсем другое. Вот этот переход от студийной работы к живому выступлению, как это выглядело? Ну, это была двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, я с детства была на сцене, то есть я не боюсь сцены, не боюсь публики, мне нравится этот эффект, который получается, когда я на сцене. С другой стороны, это был первый раз, когда на сцене ответственность за все несла только я. То есть это были не групповые, там какие-то выступления в театре, не модельные, где там сзади еще и впереди девочки ходят. То есть и мне было страшно именно в том плане, что это вот именно мой проект, мой продукт, и вот я его показываю, открываю душу. И при этом я еще одна на сцене, ну, то есть вообще. Ну, помогает видео задних всегда. Да, у меня он на тот момент вообще какой-то был, по-моему, даже не было. То есть или был, но он был очень простой, потому что я еще не сформировала в голове именно то, что я хочу как бы видеть на своих выступлениях за спиной. У меня там, по-моему, логотип был. Очень просто, в общем, все было. Ну, какие первые впечатления от живого выступления? Было круто, потому что пришло много моих друзей, помимо зрителей тех ребят, пришли еще мои друзья. И когда я спускалась со сцены, я шла к гримерке. И вокруг стояли люди, которые... А там есть гримерка в чайна-тауне? Ну, там закуток есть, да, небольшой, довольно уютный. Вот мы там вещи сбрасывали. И пока я шла, они меня благодарили, спасибо за музыку. Как бы было очень приятно, очень классно. И самое приятное было, что подходили не только мои друзья, а еще люди, которых я не знаю. И ты почувствовала силу своего творчества в тот момент? Я на самом деле смутилась скорее, потому что я как-то не ожидала, что... Ну, я думала, друзья поблагодарят, там, как подруги, друзья. А то, что чужие люди подойдут, я не думала. Ну, то есть, может быть, они делали это потому, что знали, что у меня дебютное выступление. Может быть, им действительно понравилось, на что я надеюсь. Но я скорее смутилась, потому что не знала, как реагировать на такое. Ну, и в дальнейшем, вообще, скажи мне, вот тебе больше нравятся вечерние мероприятия или ночные? Смотря что за музыка. Если, например, она сугубо танцевальная, вот именно прики и колбасится, то ночь, конечно, потому что и времени много, и как-то атмосфера другая. А если концерты именно прики послушать, то есть какая-то более экспериментальная музыка, может быть, гитарная музыка отчасти, это лучше вечер. Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Ну, для тебя формат, как ты считаешь, какой были подходящие? Вечерние или ночные? У меня нет определенного формата, потому что я выступаю, я, скажем, подстраиваюсь под мероприятие. То есть у меня выступление либо как раз-таки вот такое танцевальное, либо экспериментальное, что я там чуть ли не на табуреточке сижу и вот так вот все вот пальчиками там играю и пою. Вот, поэтому, не знаю, мне оба формата нравятся, то есть не могу сказать, что мне больше нравится – танцевать на сцене или сидеть на сцене. Я, насколько я знаю, ты несколько раз в Питере выступала. Что за танцовка тебя приглашала туда? И как там все? Есть ли какое-то отличие публики московской и питерской? Ну, в принципе. Ну, я вообще, на самом деле, очень часто выступаю в Питере по сравнению с Москвой. То есть у меня, наверное, где-то даже одна, наверное, треть выступления проходит в Питере из всех. Я сейчас не очень часто выступаю, потому что у меня больше студийной работы. Но если так посчитать, то вот за время существования проекта это, получается, полтора года. Ну, как на тебя вышли эти люди из Питера? Как начали приглашать? Ну, вообще, чаще находят именно ВКонтакте. То есть пишут. То есть просто находят? Угу. Находят, да. Нравится музыка, нравится именно концепция, какая это зовут. Вот, крайний раз я ездила в Питер, меня тоже находили организаторы. И как бы они сами ищут. Я сейчас пока не ищу именно площадок сама. Вот. Потому что как-то они меня находят. Почему пока? Потому что пока у меня вот именно студийная работа, по большей части я готовлю много нового материала и готовлю проект к перезапуску. Поэтому мне пока... Не могу сказать, что именно до поездок. До этого мы общались. Сейчас ты говоришь, что перезапуск, перезапуск, перезапуск. Вот почему ты решила делать перезапуск? И что в это ты вкладываешь? Я решила, потому что... Ну, изначально мой псевдоним означал шаман и манки обезьяна с ошибкой. Манки через А. Вот. То есть это вот как раз то, что я говорила, зависимо от музыки, как шаман, и страшна, как обезьяна. Вот. Сейчас я понимаю, что от этого почти ничего не осталось. То есть будет другое название? Будет другое название. Музыка будет примерно же в ту сторону, но, наверное, больше похожа на мои крайние композиции, чем на ранние. Вот. И, возможно, будет смена образа. Как интересно. Вот вообще не с тобой, там, как в ВКонтакте, и сейчас ты произносила слово, как это, сексизм, да? Угу. Вот почему так вот? Расскажи нам, пожалуйста, что такое сексизм? Это очень большая проблема. Со стороны может кажется, что у девушки все нормально, но, оказывается, у нее есть большие проблемы. У девушки музыканта. Да, у девушки музыканта. Есть какие-то проблемы, из которых вас смущат? Нет? Так давайте сделаем. У девушки, может, проблем нет, а вот у девушки музыканта есть, потому что я сейчас такую могу абстрактную фразу сказать, которая, наверное, описывает всю проблему по отношению к девушкам музыканта. А проблема есть? Есть. И не только у меня. Со многими девушками музыкантами я общаюсь на эту тему и общалась. Действительно, такая проблема есть, когда вот ты приходишь на концерт, выступать, ты готова, у тебя все классно. И потом какая-то возникает проблема звуковая, техническая, которая, в принципе, может возникнуть вообще у кого угодно. И первое, что посоветуют, это перезагрузить компьютер. А какое отношение все это имеет к сексизму? То есть сексизм – это все время что-то такое связанное с компьютерами, как я понимаю? Нет, это скорее связано с тем, что считается, что если ты девушка, наверное, ты не до конца понимаешь всю техническую сторону. И перезагрузи компьютер вообще ты что тут делаешь? Просто перезагрузишь – все заработает. А на самом деле нет. И это проблема? Это, может быть, звучит как шутка? Может, ты так узко понимаешь текстизм? Я думал, ты сейчас расскажешь какие-то... Нет, я широко говорю, что это проблема в целом по отношению к девушкам-музыкантам и вообще девушкам в технических профессиях, девушкам в технических каких-то стезях. Когда я работала в студии звукорежиссером, очень часто приходили люди на запись. Вот я сижу и их жду в кресле звукорежиссера. Они приходят и говорят «А вы секретарша? А когда придет звукорежиссер? А вы умеете записывать? А сведете нам? А вы же девушка!» И это обидно. А бывает такое, что после концерта какой-нибудь мудак как пристанет? Ну, чтобы прям совсем таких, наверное, не было. Просто часто подходят знакомиться. Просто мне это неинтересно и все. Когда я выступала на разогреве группы Барто, и там была гримерка такая крутая, закрытая именно на этот код электронный. И один чувак за мной прям увязался, увязался, увязался. И мне пришлось его вот так выталкивать, чтобы он не пошел за мной. И было стрёмно. Вот. Потому что он прям был вообще не в адеквате. Он, наверное, был либо под чем-то, либо очень выпивший. А может, он твоим творчеством так вдохновился, что просто все, он уже все. Он больше никакие у него не видит вариантов своей жизни, кроме того, чтобы за тобой вот так увязывать. Ну, если так прикольно, у меня бы тогда своя свита была. А у тебя нет своей свита? Почему у тебя нет своей свита до сих пор? Потому что я задрот. Так вот, оказывается, в чем дело. Ну вот. Я так и думал. У тебя есть хейтеры? У тебя есть люди, которые тебя ненавидят? Ненавидят твой успех? Ненавидят твой ум, твой интеллект? Считают тебя выскочкой. Он там научилась что-то там ковыряться в облетоне. Что-то там надудело себе в студии и ходит здесь на сцене, понимаете ли. Жопы вертят. Есть такие? Конечно, я очень горжусь этими ребятами. Они есть, я их ценю. И они пишут иногда такие вещи, что прям вот, не знаю, у мамы бы мои уши покраснели. Вот. Но они есть, конечно. Они изначально были и с запуском проекта, и сейчас они есть. Их число пропорционально растет вместе со слушателями. Есть те даже, которые... Вот мы беседовали... Вот есть пример такой интересный. Мне написал парень год назад. Говорит, давай сделаем коллаборацию. Я говорю, давай. Он мне присылает свою музыку, я слушаю, и потом у нас с ним не срослось, то ли по причине того, что я была слишком занята, то ли потому, что что-то там я ему сказала как-то, что давай попозже, то ли я ему сказала, что музыка не совсем мой стиль. То есть как бы я говорю... Ну не сделала ничего и все. Причем я человек очень тактичный. Я всегда говорю очень вежливо. Я говорю, давай там пообщаемся попозже. А может эти проблемы возникают потому, что ты человек очень тактичный? Ну я не знаю. Ну как-как, на три буквы слать? Ну музыка твоя говно, я даже слушать не хочу, в принципе. Послушал там твои эти дорожки, и что-то я как-то думаю, ну тебя нахуй, чувак. Какой-то ты лошара, по-моему. Я так не могу. И вот спустя год он на своей стене пишет матом. И вот он помнит меня, оказывается. Я даже задула, кто это. А он-то тебя помнит. Да, и я поэтому их ценю, этих хейтеров. И он матом описывает всю мою настоящую нынешнюю деятельность, что типа вот его прям задело заделает, наверное, не знаю. Хотя я отказала ему довольно-таки вежливо. И я вообще, я ни на кого зла не держу. Я такой человек, к сожалению. Как же ты здорово матом описывает всю мою деятельность. Мою деятельность никто матом не описывал. Мне даже сейчас какой-то момент стало обидно. И вообще, наверное, я тоже прожил жизнь зря. Какой-то период своей жизни. Потому что мою деятельность матом никто не описывал. Это же так здорово, когда кто-то сел там и, например, с формата А4 описал всю мою деятельность. Сам при чем. Вот кого-то просишь, ну, пожалуйста, напиши какие-то несколько строчек про проект Торч Прожиг. Что-то человек сел и матом прям выдал все вот это здорово, конечно. Хуй тебе. О, такой. Мне кажется, тебе нужно выкладывать отдельно эти сканы. А я их коплю. Я скриншоты делаю. Да, скриншоты. Это как бы это будет... Там приходишь, там, творческий багаж у вас какой-то есть, пожалуйста. Запросто. У меня есть папочка, где там самые такие вот классные скриншоты. Самый частый вопрос про глаз. Я все это... Я делаю скриншоты, накопила около, наверное... Нет, даже около 150 скриншотов у меня. Где меня по-разному спрашивают про глаз. Ну, это вопрос-то закономерный. Ну, конечно, да. Если, например, у тебя не было зубов, спрашивали бы про зубы. А если как бы не... Нет, глаз-то на месте. Правильно? Один. 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 Кто-то там живет и он открывает себе третий глаз, например. А тут человек считает, например, что ему третий глаз не нужен, да и, в принципе, одного достаточно. Это тоже такой путь, собственно. Не нужна мне эта информация откуда-то сверху. Мне даже у меня одного глаза достать. Я не хочу видеть этот мир в стерео, да. Я достаточно плоской картинки. Она более понятна. Она как бы... Так же, как... Есть же такая тенденция сводиться в моно? Ну, у некоторых. Почему бы нет? Да, потому что стерео, вообще стерео стало такое прям... Там, во-первых, извиняюсь, заебешься сводить это суперстерео, все эти расширения, панорамы, они создают пространство уже какие-то, ну, тенденции. Сама знаешь, какие звукозаписи. А тут в моно. Слева, справа. Один глаз себе выбил, как бы, и смотришь на мир нормально, как бы. Все видишь, как есть, на самом деле. Беспрекрасно. Вот, и третий глаз наоборот уже. Даже третьего не нужно, один достаточно. А вот скажи мне, пожалуйста, ну, я тоже как-то один период в жизни общался в театральной среде, так, немножко, ну, там, к спектаклям делал музыку. Ну, тебе не кажется, что театральная среда немножко ебанутые люди там? Я похожа на черепаху без панциря. Думаешь, Диадема спасет? Ну, я бы сказала, там все очень по-своему как-то. То есть, если, например, музыкальная сцена, она такая обширное понятие, вот есть там московская музыкальная, есть питерская музыкальная. То в театре это все очень сконцентрировано. И поэтому вот эти все дружбы или вражды, они очень-очень очевидны. И, то есть, как бы, ты напрямую видишь, что вот эти вот двое дружат, например, эти двое не дружат. И это в театре. Конечно, да, и это очень как-то вот давит. То есть, это как-то отвлекает от творчества, когда ты видишь личные отношения за кулисье именно в театре. Ты собираешься как-то возвращаться, ну, может быть, когда-нибудь к театру в дальнейшем? Нет, я вообще не театральный человек. Я поняла, что вот этот опыт мне дал понять, что это вообще не мое. То есть, там ты марионетка. Программа «Их глубины» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова